Ярослав Самойлов шарлатан, обманщик, аферист, не психолог, у него нет отношений. И вообще, как он может тебя учить отношениями? Вообще, это сплошной развод. Как ты можешь учить отношениям, если у тебя самого отношений нет? Зарабатывает на несчастье женщина. Зарабатывает на женщинах. Я взял в жены женщину с ребенком. Кто-то посчитает это оправданием, кого-то это, может быть, отвернет от меня, а кого-то, наоборот, приблизит. Ярослав Самойлов шарлатан, обманщик, аферист, не психолог, у него нет отношений. И вообще, как он может тебя учить отношениями? Вообще, это сплошной развод. И в этом видео, в ближайшие несколько минут, я хочу озвучить по каждому пункту свое мнение и факты на эти вопросы, для того, чтобы зрительницы, для которых это действительно важно, услышали, увидели мой взгляд. Шарлатан и обманщик, аферист, развод. Что значат эти слова? Это значит, когда человек обманывает другого. Это когда человек строит ожидания у клиентов, например, и в итоге эти ожидания не оправдывают. Или когда человек, может быть, обещает многое, получает за это деньги и в итоге не исполняет обещания. Ну, если говорить общими словами, это примерно так. Если говорить про любые платные обучающие программы, которые есть в моей компании, образовательной компании «Фаза роста», любая из программ платных имеет гарантию. Ну, а, соответственно, есть много бесплатного контента, там, ну, какая разница, какая-то может быть гарантия. То есть человек слушает, не нравится, уходит. Если нравится, продолжает смотреть, слушать, внимать, использовать эти знания. Если мы говорим про платные программы, например, основная наша программа – это «Путь женщины. Первая ступень». 30-дневный онлайн-курс, 30 дней. На эту программу, на момент записывания этого видео действуют 2 недели гарантия. То есть программа начинается первый день, и у каждого клиента, у каждой клиентки, у каждой участницы есть 14 дней безусловной финансовой юридической гарантии. Что это значит? Если участница в рамках 2 недель, 14 календарных дней с момента старта программы обращается в наш отдел заботы, в клиентский сервис, либо, ну, любым образом обращается в нашу компанию, и как обращаться, это указано в каждом письме, которое присылается в рамках платного продукта. Если она обращается в рамках этого времени, мы обязаны вернуть деньги. Без единого вопроса, без единого возражения. Конечно же, для себя мы интересуемся, что не так, что не понравилось, что мы можем улучшить, по какой причине возвращаете. Мы не спрашиваем, а ты проходила урок или не проходила уроки, а ты выполняла задание или не выполняла, а ты писала отчеты или не писала, а ты 2 недели училась, и у тебя супер положительные отзывы и отчеты, и ты просишь возврат денег, или же ты не писала ни одного отчета и никак вообще не проходила программу и прочь возврат денег. По нашей договоренности финансово-юридической мы обязаны вернуть деньги по любой причине в рамках 14 дней. И то есть человек обращается в рамках этих 14 дней, если обращается за возвратом, то понятно, что мы возвращаем не минуту в минуту, а есть какое-то там количество рабочих дней, в рамках которого мы обязательно возвращаем деньги. Более того, я всегда открыто озвучиваю, что если говорить, например, про первую ступень путь женщины, у нас в среднем учатся, ну, в каждом потоке более тысячи участниц. Были потоки и по 2000, и по 3000 участниц, ну, если очень грубо говорить, более 1000. И я всегда открыто говорю, что процент возвратов в среднем у нас 3%. И каждый новый поток, который начинается, мы понимаем, что примерно в этом потоке у нас будет 3% возврата. Да, мы работаем над тем, чтобы сокращать это, да, мы совершенствуем программу, да, мы улучшаем каждый раз, но примерно этот показатель не превышает 3%. Я об этом смело и открыто говорю, и это абсолютно логично, понятно, да, что есть люди, которым может что-то не понравиться, не подошло. Но объясните мне, а в чем здесь обман и развод? В чем здесь шарлатанство? В чем здесь аферизм? По-моему, это открытые, понятные, четкие договоренности без подвоха. И зачем мы даем гарантию? Во-первых, я понимаю, что есть негативное мнение вообще к тренингам у людей. Есть негативный опыт участия в каких-то тренингах. И я прекрасно понимаю, что для части участниц я новое лицо в их жизни. И есть сомнения, есть то, что может остановить. Но, знаете, и 30 дней курс, и половина из этого курса, две недели гарантии, по-моему, это более чем достаточно, чтобы понять, развод это, не развод, чтобы понимать, дает оно мне эффективность, не дает, улучшает мою жизнь, ухудшает. Мое или, может быть, это и классная программа, но не мое, но не моя. И поэтому я считаю, что это вполне справедливо. Я открыто об этом говорю прямо сейчас в видео, никогда этого не скрывал. И каждая участница, которая включается в программу, она об этом знает, знает об этой гарантии. Следующий пункт. Как ты можешь учить отношениям, если у тебя самого отношений нет? Во-первых, когда я начинал учить отношениям, так называемых, в кавычках, учить отношениям, это начиналось все со статей в интернете. Этот сайт до сих пор есть, там публикуются новые статьи, называется ярославсамойлов.ком, это мой блог. И начинал я писать статьи. Тогда я начинал еще три статьи в неделю. В 2014 году в июле вышла первая моя статья. Для меня это тоже было возражением, делать мне это или не делать. Делиться своими знаниями, своим видением или не делиться. Ведь у меня же нет отношений. Я для себя поставил такой критерий. Я буду делиться, и если это никому не нужно будет, ну никто это читать не будет. Если это не будет полезно, никто не будет подписываться на новые статьи. Если это будет шлак, не полезно, не ценно, не интересно, мир меня проигнорирует. Правильно? Как бы я ни старался, мир пройдет мимо меня, никто на меня не обратит внимания. Но я поставил для себя критерий, что да, у меня нет отношений. Но если я могу быть полезным для людей, для женщин, и это подтвердится фактами. Они будут лайкать статьи, они будут подписываться, они будут просить новые статьи. Они потом будут просить консультации, просить там, чтобы создался какой-то первый тренинг. Это будут критерии, по которым я буду понимать, что я двигаюсь по правильному пути. Это раз. Второй момент. Важно понимать, что я сейчас выступаю в роли собственника компании «Образовательная фаза роста». В роли создателя продукта «Путь женщины», обучающего продукта. Не я даю результат участницам. Не лишь я влияю на изменения участниц. Я создатель этой программы, и я лишь один из тренеров в этой программе. Я лишь один из тренеров. Если говорить про первую ступень «Путь женщины», в «Путь женщины первой ступени» четыре тренера. Четыре тренера. И я один из них. Я один мужчина и три женщины. Суперэксперты в своем направлении. В том, что каждая из них живет тем, чему она учит. Когда-то начиналось все, да, в программе был только я один. Но каждый раз я задавался вопросом. А как сделать программу лучше? А как сделать ее эффективней? Да, я могу многое дать с точки зрения понимания психологии мужчин. Ведь многие девушки задаются вопросом, почему мужчина так себя ведет? А как он мыслит? Это одна из моих сильных функций. И если именно для вас важен фактор того, что у тренера нет самого отношений, у других, у наших тренеров есть счастливые классные отношения. И если именно для вас или для кого это важный критерий, пожалуйста. Но важно понимать, что когда вы идете в мои программы учиться, это вы идете ко мне как создателю этой программы. Но я не единственный тренер. И на ваши результаты влияет в целом продукт, в целом образовательная программа, а не лишь я сам. Но да, именно в рекламе чаще мое лицо. Бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция» там мое лицо, там я его веду в большей степени, особенно в первые вступительные уроки, если мы говорим про бесплатный курс. Но в самой программе это команда тренеров. И поэтому я называю, что это высшее женское образование. Это комплексная программа. Это не Ярослав учит женщин. Ярослав создатель этой программы. Ярослав один из тренеров. Мужчина. И есть еще три женщины. Большинство участниц, которые записываются на путь женщины. Кстати, путь женщины на сегодняшний день это самый масштабный онлайн-образовательный проект для женщин. Самый масштабный по количеству выпускниц. Нет никакого тренера, тренингового центра или учителя, у кого более масштабное количество учениц в разрезе года. Ну, если мерить там годами, можно месяцами мерить, можно разными отрезками. И это не просто так. Так вот, большинство участниц, которые вступают в путь женщины, включаются в платную программу. Большинство из них смотрят сначала бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция». Или «Мужчина. Честная инструкция по применению». Да, это манипулятивное название, но это специальное название, чтобы оно привлекало внимание. И в первом же письме, когда участница записывается на бесплатный онлайн-курс, я говорю «Привет, спасибо, что записалась. Вот немного информации обо мне». Я заранее хочу тебе сказать и предупредить, что на данный момент у меня нет отношений и у меня нет диплома корочки психолога. На данный момент этого нет. И я прекрасно понимаю, что некоторых из вас это может смущать. Если это лично тебя прямо сейчас смущает, останавливает или гневает, это же круто, что мы узнаем заранее правду друг о друге. Правда же? И если тебя это смущает, у тебя есть простой выбор. Просто не продолжай читать письма, не начинай смотреть бесплатный онлайн-курс. Если ты понимаешь, что это для тебя важные критерии. Если же для тебя это не самые важные критерии, а для тебя важнее не корочки, например, да, а что конкретно я могу, что мне этот человек может дать в рамках бесплатного онлайн-курса, даже бесплатный, если это послушаю, посмотрю, насколько это будет ценно для моих изменений, для моей жизни, для моей отношений. Если для тебя это важно, пожалуйста, тогда продолжай. Ну и, конечно же, ответом на это письмо ответь, какие вопросы именно тебя больше всего беспокоят. И в моем понимании, опять же, это же не согласно, не шарлатанство, это открытость, это ясность. И я уверен, что часть участниц это смущает. И, дорогие, поймите, я прекрасно понимаю, что мог бы ли я сделать фейковую жену и сделать с ней красивую фотосессию в Инстаграме и даже красивые видео. Мог бы? Да вообще запросто. У меня есть для этого возможность. Ребеночка фейкового, да, там, что это еще мой ребенок, мог... Или еще красивее историю, что я взял в жены женщину с ребенком. Представьте, какой бы я рыцарь мог бы быть в плане, да, такого преподнесения. Повысило бы это количество участниц на путь женщины. Сто процентов. Как вы думаете, почему я это не делаю? Я что, дурак? Ну, в смысле, это же очевидно, можно же сделать это. Правильно? Мог бы я давно, там, я не знаю, купить этот диплом психолога или для галочки когда-то давно, еще раньше закончить этот, получить диплом психолога. Мог бы? Мог бы мог, но я прекрасно понимаю, что я, во-первых, я не хочу врать, я верю в карму. Во-вторых, я за открытость. И, во-вторых, ну, я вот так, как есть на данный момент, если тебе ок, если ты чувствуешь во мне твоего учителя, да, наставника, который может дать ценность в твою жизнь и отношения, давай идти вместе. Если нет, это твой выбор, прекрасно. Ну, это нормально, если ты решишь не идти. И только после бесплатного онлайн-курса участница принимает решение, есть ли ей смысл идти дальше или нет. То есть, да, она смотрит на меня, смотрит, что я говорю, слушает и уже делает для себя какие-то выводы. И понятно, что бесплатный онлайн-курс посмотрело гораздо больше участниц, чем пошли в платную программу. Но это абсолютно нормально. Следующий пункт. Я, у тебя нет официального диплома психолога. Я еще раз делаю акцент на том, что прямо сейчас, на момент записывания этого видео, да, у меня диплома нет. Но в ближайшее время, то есть я сейчас учусь и получаю высшее образование психолога. И в ближайшее время у меня будет официальное образование психолога. Если вы мне спросите по-честному, Ярослав, а скажи честно, а там полезно учиться? Ты реально получаешь там какие-то ценные знания, которые тебя делают более высокого качества профессионалом? Это так или не так? Я скажу по-честному, положа руку на сердце. Как бы я ни хотел, я не получаю там супер ценных каких-то знаний. Но я понимаю, что для некоторых людей все-таки важен диплом. И поэтому я сдам, я получу высшее образование, и у меня будет этот диплом. Но что я хочу сказать, что на основании чего же я тогда учу? Я сам фанат тренингов. Я прохожу тренинги, на момент записывания этого видео мне 30 лет сейчас. В тренингах я живу с 20 лет. Я фанат тренингов. Я сам клиент многих тренингов. Как я им был с 20 лет, так я им и продолжаю быть. И также вот где-то сейчас вы увидите скриншоты. Я вам покажу скриншоты. По-моему, это было уже лет 5 назад, 4-5 лет, где видно, что я ездил в Москву на плацкарте и жил в хостеле. И это распечатки, это скриншоты с моего эмейла, где видно, что по факту, ну то есть я там жил. Как вы думаете, куда я приезжал на тот момент из Киева в Москву? Учиться на тренингах. Я фанат тренингов. И я вижу сейчас, что вот такие краткосрочные обучения, ну не 5 лет подряд, оно дает гораздо больше результата на данный момент. И я с удовольствием бы учился. Только скажите где, куда же идти учиться, чтобы я стал еще круче, еще лучше, еще полезней для вас, еще счастливее, еще гармоничнее как личность. Я только за, я всегда открыт. Я не жду, когда мне кто-то что-то даже посоветует. Я сам постоянно всегда это ищу. Поэтому, если для тебя все-таки важен, вот гиперважен диплом, ну тогда, наверное, тебе нет смысла мне слушать. Дождись, когда я его получу. Тогда ты скажешь, о, уже есть у него диплом, тогда уже можно его слушать. Ну и давайте по-честному. Если тебе нужен психолог с высшим образованием или тремя высшими образованиями, счастливыми отношениями с счастливыми детьми, ну загугли, зайди в Яндекс, в Гугл, найди в интернете. Я думаю, что таких психологов немало. И также эти психологи, их час работы, даже если говорить про консультанты, гораздо дешевле, чем мой час работы. Пожалуйста, тебе никто не запрещает, вам, тебе, я надеюсь, никого не смутит, что кого-то я на ты, кого-то на вы. Простите. У тебя всегда есть выбор. Никто никого не принуждает, не гипнотизирует. И все в своем здравом уме сидят за своими компьютерами или мобильными устройствами и сначала слушают бесплатные материалы, чтобы принять решение, есть ли смысл идти дальше в платное обучение или нет смысла. Тем более, напомню, что абсолютно ничем не рискуя, имея половину этого курса, стопроцентную безоговорочную финансово-юридическую гарантию. Следующий пункт. Зарабатывает на несчастье женщины. Зарабатывает на женщинах. Правильно я понимаю, что мой стоматолог зарабатывает на моих зубах? Правильно я понимаю, что супермаркет зарабатывает на том, что если бы мне... Зарабатывает, чтобы я выживал на моем выживании. Ну, простите, если так мыслить, то мы друг на друге зарабатываем. Если так мыслить. Но в моем понимании я не зарабатываю на ком-то. В моем понимании, чтобы мне зарабатывать, мне нужно давать ценность, не меньше, чем ту цену, которую платит клиент. Иначе этот клиент как минимум он попросит возврат денег, понимаете, да, если он поймет, что его обманывают, если там что-то не так. Тогда что, врачи зарабатывают на нашей смерти или на чем, на нашем больном организме? Тогда все плохие, все друг на... Маршрутчик зарабатывает на наших ногах, да, такси, еще на чем-то зарабатывает. Все тогда кто-то на чем-то зарабатывает. Но еще раз, окей, если вы так мыслите, что кто-то на чем-то зарабатывает, это скорее ваше восприятие мира. Мое восприятие мира, мой стоматолог не зарабатывает на моих зубах, мой стоматолог делает меня здоровым, делает меня, чтобы я не думал о боли в зубах, чтобы у меня там было все ок, да, эстетически и в плане здоровья. И я обмениваю это на деньги. Точно так же и здесь. Женщина понимает, что ей есть смысл прокачаться в каком-то направлении. И это нормально, что она инвестирует какие-то финансы для того, чтобы жизнь стала лучше. Опять же, ничем не рискуя. Я не считаю, что это заработок на ком-то или на чем-то. Я мыслю про обмен ценность. Ценность на деньги. Ценность на деньги. И я считаю, что я зарабатываю ровно столько денег, насколько я полезен этому миру. Мое мышление такое. И мне это мышление дали не мои родители. Я не родился с этим мышлением. Я этому мышлению учился, учусь и продолжаю учиться у людей, которые счастливы, красивы, успешны, гармоничны. В плане семьи, в плане финансов, в плане здоровья. Все хорошо. Мне нравится, так мыслят гармоничные и преуспевающие люди. И я предпочитаю учиться у них и брать у них лучшее, что есть в их мышлении. Что есть в их ценностях и убеждениях. Мне кажется, я задел основные пункты, по которым могут быть ко мне вопросы. Безусловно, я понимаю, что кому-то это объяснение, пояснение будет близко. Кто-то посчитает это оправданием. Кто-то кого-то это, может быть, отвернет от меня. Кого-то, наоборот, приблизит. Я за открытость. Я за ясность. Я вижу прозрачные, ясные взаимоотношения со мной как с тренером. Со мной как с собственником образовательной компании. Создателем образовательных, популярных женских программ на постсоветском пространстве в интернет. И между участницами, женщинами, девушками, которые не против или очень хотели бы сделать свою жизнь лучше. И я считаю, что моих учениц, моих выпускниц обменяет одно. Это понимание, что я достойно большего. Я достойно лучшего. И для того, чтобы получить это большее и лучшее, мне нужно менять себя. Мне нужно работать над собой. Когда я меняю себя, работаю над собой, тогда и меняется мой внешний мир. Тогда и меняются мои результаты. Не я виновата, а я ответственный, я автор. И это называется позиция автора жизни. Все, что в моей жизни происходит, создаю я. Соответственно, я меняю себя и меняется мир вокруг меня. Отношения, финансы и так далее. И также хочу еще раз напомнить, что путь женщины – это самый лучший женский тренинг в мире. А все потому, что мои выпускницы – самые лучшие женщины в мире. И если ты смотришь это видео, может быть, первый раз или меня видишь первый раз, если ты еще не была, прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и успей записаться на бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция». Это бесплатно, никакого подвоха, где ты можешь получить много ценных знаний, понимания о том, как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, как создавать по-настоящему счастливые отношения. Ты это все можешь получить бесплатно. Поэтому прямо сейчас кликай по ссылке и записывайся. До встречи. Если это видео тебе понравилось, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал, пиши твои вопросы в комментариях. И до встречи в следующих видео. Пока.